Новое руководство как-то внятно приговаривало свою стратегию? Стратегия была определенно простая, понятная. Максимальное изглечение прибыли. Что такое учебник? Учебник это очень сложный продукт. Его вывести на рынок нужно 4 года как минимум. Ну и поскольку это прибыли не дает, то, соответственно, интересов не вызывает. Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные и запоминающиеся тексты, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня разговор пойдет об издательстве просвещения. Точнее о том, как бывшее советское монополие, издательство, которое занималось производством 100% школьной литературы в СССР, в последние 8 лет фактически вернуло себе эти позиции. Причем, действуя по таким законам, я бы сказал, по законам государственного капитализма. То есть за эти 8 лет, после того, как издательство было куплено на деньги Аркадия Реттенберга, мало кому известной небольшой компанией, Реттенберг сам вошел в Совет директоров. Потом, правда, как официально считается, вышел из него и сейчас формально никак не связан ни с просвещением, ни с рынком школьных учебников. Но, тем не менее, за эти 8 лет просвещение и другие структуры, близкие к Реттенбергу, смогли довести свою долю на рынке школьных учебников до 95%. То есть практически полностью подчинили себе этот рынок. Делалось это с помощью очень удобных решений Министерства образования, с помощью многомиллиардных исков против конкурентов, после которых конкурентов волшебным образом покупали, опять же, люди, связанные с Реттенбергом. И что самое тревожное, что общим переделом рынка дело не закончилось. Получив 95% рынка школьных учебников, это издательство, и связанные с ним структуры, они идут дальше, они занимаются теперь уже тем, что просто трансформируют то, как работает методика преподавания в российских школах. Собственно, с той целью, чтобы получить еще больший контроль, еще больше госзаказов, еще большие доходы. Говорить мы будем сегодня с нашим новым специальным корреспондентом Настей Якревой. Это первый текст, который она написала для «Медузы». Поговорим мы о том, как, собственно, произошло, что издательству просвещения удалось так многого добиться в столь сжатые сроки, и как это отражается не только на рынке школьных учебников, но и вообще на образовании в российских школах. Настя, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, издательство просвещения, как давно ты вообще им заинтересовалась? И есть ли какой-то флажок, который, как бывает, выскочил, и после этого ты подумала, о, здесь есть тема, надо посмотреть, что там, повнимательнее? На самом деле издательство просвещения стало заметной силой. Когда на него все обратили внимание, в 2014 году, когда министерство начало выкидывать небольшие издательства из этого перечня, вот, и поднялся резонанс, издательства пытались как-то бороться, там, показывали свои учебники, говорили, что вот, дети, учителя, результативность. Приводили здравые аргументы, но, к сожалению, министерство их совершенно не слышало. И была даже запись Совета научно-методического, где была представитель министерства, Наталья Третьяк, замминистра, и издатели, математики, представители всяких книжных ассоциаций пытались донести до неё, что вот вы же выкидываете из перечня, значит, такой замечательный учебник математики, Людмила Петерсон. Две трети сборной олимпиадной по математике, они учились, готовились именно на этом учебнике. Она была совершенно глуха к этим доводам, и это, конечно, было очень странно, потому что всё-таки Министерство просвещения, оно в идеале должно быть за всё хорошее против всего плохого, за образование, за развитие, за результативность. И тогда весь этот резонанс ни к чему не привёл в каком-то таком виде, где просвещение занимало большую долю, этот перечень и просуществовал ещё лет пять. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, что это за перечень? Если я правильно понимаю, это Министерство ведёт такой буквально список учебников, и те учебники, которые в него попадают, это не то, чтобы по-другим нельзя заниматься. Нет, на те, которые в него попадают, школа имеет право закупать на бюджетные деньги. Да, то, что входит в этот перечень, школа может купить за бюджет, но поскольку у нас с 2013 года все школы должны обеспечить всех, без исключения учеников, бесплатными учебниками, и за этим начала следить прокуратура и разные другие контролирующие органы, заниматься по каким-то другим учебникам, это, в принципе, очень сложно. То есть у них как минимум должен быть один учебник по предмету из этого перечня, и потом уже, чтобы дополнить его или заменить, нужно очень сильно исхитриться, чтобы потом к тебе не предъявила претензий прокуратура, нужно собрать родительский комитет, какие-то бумаги подписать, написать, в общем, кучу очень бумажной работы проделать. И ты сказала, что вот когда началась эта история с перечнем, из которого вдруг стали исключать учебники, получилось так, да, вот в этот перечень входили учебники, допустим, трёх десятков разных издательств, и попасть в него, как ты пишешь в тексте, было довольно легко, то есть достаточно было получить положительные заключения от ряда экспертов, экспертиза эта была прозрачная, эксперты эти были понятные, вот у вас есть учебник, вы купили, допустим, на него права, получили два заключения, вы в реестре, всё в порядке. А вот в этот момент, да, в 13-14 году, о котором ты начала рассказывать, начинаются ещё вот какие-то вот такие хитрые реформы, это тоже всё, как я понимаю, поправь меня, если я не прав, да, исходит от Министерства образования. Критерии, собственно, попадания, да, в этот реестр начинают ужесточаться. Ты знаешь, основное отличие было другое, было то, что из него не исключали учебники. Включали, но целенаправленно там не чистили, никого не выкидывали, не было вот таких вот чисток масштабных. А в 12-м году там просто начались действия, которые иногда ещё приводили к непредсказуемым результатам. Например, Министерство начало с чего? Сначала они сказали, что вот давайте у нас в перечне будут только линейки учебников, то есть там с 5 по 9 класс, там и от русского языка до физкультуры. Видимо, рассчитывая на то, что маленькие издательства, они не осилят написать ещё и дополнительные какие-то учебники, чтобы у них была линейка. Но издательство, как оказалось, голыми руками не возьмёшь, и многие, значит, исхитрились, и этих линеек понаписали, и перечень вырос там в два раза практически за год. Министерство этому очень как-то удивилось, в общем, не ожидало такого эффекта, потому что у них в перечне теперь не полторы тысячи учебников ходило, а три. И потом уже началась вот эта вот процедура, когда, конечно, надо проходить депутатную экспертизу, сейчас вот кто не пройдёт, того мы не включим. И тогда их уже прям начали резать целенаправленно и жёстко достаточно. И начали резать всех, кроме нескольких издательств. В частности, не пострадало издательство просвещения. Да, вот не пострадало три издательства. Это издательство просвещения, издательство Дрофа и издательство Вентанграф. Это такие вот топ-3 они были в то время. При этом Дрофа и Вентана – это частные, а просвещение только что приоритизированное. Просвещение – это, может быть, многие наши сверстники, уж мои точно, занимались по учебникам просвещения. Это советское издательство, которое в какой-то момент выпускало вообще всю школьную учебную литературу. Потом ситуация изменилась, и просвещение, оставаясь государственным, продолжало работать уже на рынке, где были другие издательства. И вот, в частности, Дрофа очень успешно действовала. У них были доли практически равные. Да, это правда, у них были сопоставимые доли. Дрофа, ну, как про неё вспоминают, она действительно рванула вперёд, очень много просвещения отвоевала и никому не давала расслабляться. Хорошо, а в какой момент просвещение из государственной компании, из бывшей монополии стало частной? И для чего это было сделано? И главное, на чьи деньги? Самое-то интересное. Просвещение приватизировали в 2011 году. Зачем это было сделано? Ну, это укладывалось в общую политику государства. У нас же там есть списки на приватизацию. Но какой там действительно был мотив, тут уже непонятно. Вообще, это, на самом деле, такая интересная история, потому что, ну, по сути же, просвещение сейчас на чём зарабатывает? На бывших советских учебниках. Видимо, когда там оказалось, что все уже там заводы и прочие крупные предприятия, там, наследие советское, всё это уже приватизировано, а вот остался ещё вот такой актив, который, в принципе, ну, перспективный. И почему бы его не приватизировать тоже? Приватизировало его небольшое издательство, Олма Медиагрупп. Как потом, через два года, говорил совладелец этого издательства, деньгами на это помог ему Аркадий Рутенберг, который уже в то время был таким заметным господрядчиком, получателем бюджетных денег и вообще миллиардерам. Ну, вот такой вопрос. Ты сказала, что к этому активу, к издательству просвещения, было отношение как к чему-то перспективному. Да, очевидно, что Аркадий Рутенберг это человек, который не будет вкладывать деньги в какой-то проект, который ему не вернёт эти деньги в виде прибыли. При этом очевидно, да, что Рутенберг это история, там, не знаю, про мосты, про Газпром, про колоссальные, там, миллиардные контракты в госзаказе. Неужели этот рынок книжных учебников мог его заинтересовать? Это вообще сопоставимые деньги? Ты знаешь, они вполне себе сопоставимые. И вот, ну, я когда начала заниматься темой, читать какие-то новости более ранее, там, начало двухтысячных, там, действительно, ну, за учебники убивали людей в буквальном смысле. С конца девяностых было убито трое топ-менеджеров Дрофы. И, ну, был такой, действительно, очень делёж рынка, агрессивный достаточно. Потому что учебники – это необычное такое книгоиздание. То есть, допустим, чтобы издать какую-то книжку и получить на ней прибыль, художественную книжку, я имею в виду, надо очень постараться, там, в рекламу вложиться. Нужно, чтобы тиражи были высокие. А учебник – это прям гарантированно, ну, большой тираж, миллионный. И гарантированный заказ, госзаказ. То есть, это, в принципе, очень привлекательная штука с точки зрения денег. Ну, то есть, это малорискованное, скажем так, вложение, да? Это заказ, который будет всегда, и деньги, которые будут всегда. Процент прибыли, который я слышала от издателей на учебниках, от крупных издателей, это где-то 30-35 процентов. Это, в принципе, ну, очень много, действительно. За это стоит побороться и повоевать. И, в общем... И вот получается, что Аркадий Ротенберг, который не только дает деньги на эту покупку, но и сам приобретает некоторую долю, да? Он получил больше 20 процентов и вошел в совет директоров издательства. Он выходит на этот рынок. И дальше удивительным образом начинаются вот те вещи, с которых мы начали наш разговор. Дальше выясняется, что Министерство образования начинает довольно резко и довольно сильно менять правила игры, по которым рынок школьных учебников функционировал до этого. Получается, что конкуренты начинают внезапно терять позиции в этом перечне. Там, допустим, не все, да? Вот Драфа и Винтана, они до какого-то времени оставались. Даже более того, они потом объединились в группу «Российский учебник», да? Но при этом от каждой новой реформы безусловно выигрывает просвещение. Оно наращивает прибыли, оно наращивает долю госзаказа, оно в конце концов заставляет издательства, которые потеряли свои учебники в перечне, там, не знаю, продавать права. И в итоге те же самые издания, там, тот же самый «Голубой Пушкин», да, который смутил Наталью Третьяк на обложке учебника «Петерсон», он попадает снова в этот перечень, но уже в качестве учебного пособия, которое издает просвещение. Да, все именно так и было. Те, кто наблюдал за этим, прямо вот на протяжении этого отрезка, они, конечно, ну, были очень впечатлены тому, что регулятор настолько идет навстречу интересам. Скажи, у тебя в тексте довольно много написано про то, что это, судя по всему, неспроста, да, то есть ты не делаешь никаких прям разоблачительных, сенсационных утверждений, что вот издательство просвещения, у них свои люди во всех министерствах, и поэтому вот ра-та-та, вот что происходит. Но ты очень аккуратно и довольно четко, мне кажется, показываешь, что это все равно точно не произошло без влияния просвещения. Как бы ты описала связи издательства просвещения, вернее, наверное, правильно будет сказать, нового руководства издательства просвещения в Министерстве образования? Верно ли говорить, что все вот эти реформы, они могли проводиться, имея в виду интересы просвещения? Прошлым руководителем просвещения был Александр Кондаков, он, в общем, тоже, там, Министерство образования человек довольно близкий, потому что его отец, он был заместителем министра образования в СССР и, если я правильно помню, главой Академии педагогических наук в СССР, но про него, в общем, никто не говорит, что он действовал какими-то такими методами агрессивными. Что касается просвещения, то в его отношениях с регулятором, ну, который можно было наблюдать со стороны, как мне представляется, было два этапа. Первый этап – это когда министерство возглавляло Дмитрий Ливанов, и тогда все еще было такое впечатление, что министерство пытается соблюсти некую видимость прозрачности и юридической обоснованности всех этих процедур. То есть там были суды, были вот эти вот советы, но министерство очень четко и жестко гнуло вот эту вот свою линию, не совсем понятную со стороны, потому что если это министерство, ну, сделай так, чтобы до детей доходил действительно качественный продукт, ну, то есть это должно быть твоей целью. А у них, и это прям следовало из всех заседаний, из большинства их действий у них была какая-то совершенно другая цель, и, ну, ее можно было правильнее всего описать словами, чтобы осталось два-три игрока. Вот. А второй этап в отношениях просвещения и министерства образования наступил в 2016 году, когда министером стала Ольга Васильева. Возможно, здесь еще сыграло некую роль то, что у нее свои собственные специфические взгляды. Я разговаривала с людьми, которые работают у нее в аппарате, они говорят, что, ну, просто вот Ольга Юрьевна считает, что самые лучшие учебники, они вот там из Советского Союза. Они были самые проработанные, они были самые лучшие, и вот они все у просвещения. Поэтому происходит такая монополизация. Сейчас все это видят, никто это не отрицает, и, в общем, они сами внутри все это прекрасно понимают. Ага, то есть здесь получается, что министерство, как бы, оно считает, что новые линейки, то, что казалось прогрессивным в 90-х, 2000-х, то, почему занимались 10, в том числе те же самые олимпиадники по математике, это все плохо, да, это все от Лукова. А вот хорошие учебники советские, и бог с ним, что 30 лет прошло, мы сейчас к ним вернемся. Ну, так считает Ольга Юрьевна со слов людей, которые с ней работают. Она считает, что они были проработаны, они были испытаны, они прошли проверку временем, и, в общем, вот эти вот предприниматели, которым только бы вот копейку урвать, в общем, ничего они лучше не сделают. И вот Ольга Васильева становится министром, а каким образом в самом издательстве «Просвещение» работает ее сестра? Ну, как она работает, если верить сайту «Просвещение», руководителю международных проектов. В пользу того, что они сестры, говорит несколько аргументов. Во-первых, люди, которые с ней работали, во-вторых, подчиненные Ольге Васильевой. В принципе, когда я начала об этом спрашивать в министерстве, никто не отрицал, что это ее сестра. Все говорили, да, вот мы как-то с ней тоже взаимодействовали по каким-то вопросам. А при этом Ирина Юрьевна Васильева, она же закончила МХАТ и снималась в учебных фильмах. И в архивах МХАТа, в общем, есть кадры, где вот Ирину Юрьевну Васильеву можно в юности увидеть. Эту деталь биографии сестры Васильева Ольга, министр, она, ну, об этом говорила в интервью. В общем, это вполне официальная информация. То есть, если опираться на вот ее авторизованные слова, на эти фотографии из фильмов МХАТа и на фотографию, которую мы видим на сайте просвещения, в общем, ну, очевидно, что это один и тот же человек. При этом официально никто не заявлял, что, да, сестра министра работает в издательстве, которое последние годы, очевидно, выигрывает от решений, которые принимает министерство, это как бы наше, скорее, довольно информированное предположение, скажем так. Но если допустить, что мы правы, насколько это вообще нормальная ситуация? Ты знаешь, ну, вот если опираться на какую-то нормативную базу, в общем, там, на боку закона, эта ситуация ненормальна, потому что это ярко выраженный, очевидный конфликт интересов. Потому что, по факту, чиновник регулирует ту компанию, где работает его ближайший родственник. В этом случае, в этом конфликте должны быть проинформированы какие-то вышестоящие государственные инстанции. Ну, то есть, это должно быть как-то рассмотрено на правительственных комиссиях, как-то еще. Но ничего этого нет. А что есть, это то, что после того, как ты позвонила в министерство, спросила, не сестра ли ваша, Ольга Юрьевна, работает в издательстве, с сайта издательства, исчезла фотография Ирины Юрьевны, ее сестры. Да, все именно так и было. И это какое-то довольно такое, ну, странное поведение со стороны министерства. Ну, потому что понятно, что мы же сохраним скриншоты. Кэш Яндекса будет. Ну, то есть, это выглядит, ну, как-то по-детски прямо с их стороны. Ну, в общем, ладно. Мы можем только догадываться, почему это происходит. Но факт остается фактом. С приходом Ольги Васильевой на пост, сперва министр образования, впоследствии была реорганизация, и Васильева стала министром просвещения. Вот буквально совсем недавно последний крупный конкурент, тот самый российский учебник, о котором мы уже успели чуть-чуть сказать, фактически ушел с рынка, и не просто ушел с рынка, а его приобрала компания, близкая к тому же самому Аркадию Ротенбергу, который в 2011 году купил просвещение. И, судя по всему, это не совпадение, да, потому что вот люди из российского учебника, с которыми ты говорил для текста, в частности, там, Олег Новиков, гендиректор, довольно много нам рассказал для текста, и он признает, что практически сразу после появления Васильевой отношения министерства с российским учебником испортились. И фактически единственным влиятельным игроком, сохранившим нормальные отношения в министерстве, осталось собственное просвещение. Да, все им так и было. Новиков говорит, что перед ними начали закрываться двери. Два года постепенно их позиции, они ухудшались. А в 2018 году все стало окончательно плохо для них. Во-первых, в январе 2018 к ним подал иск издательства просвещения. Иск был огромным, почти на 4 миллиарда рублей. И перед этим просвещение уже засудило таким образом одно издательство. В общем, было понятно, что, скорее всего, просвещение выиграет. И были такие предположения, что после того, как оно один иск на 4 миллиарда выиграет, оно будет подавать дальше к другим издательствам, которые входят в группу «Российский учебник». То есть, что это такая многоходовка, которая приведет к полному банкротству. Кольцо тем временем еще сжималось с другой стороны, потому что Министерство просвещения в очередной раз почему-то начало редактировать перечень. И редактура состояла в том, что они исключили из перечня все самые ходовые позиции российского учебника. И, конечно, российский учебник схватился за голову, все схватились за голову и сказали, что как же так, выручка наша упадет в два раза, в общем, это жуть и катастрофа. Но они как-то мобилизовались, жили этот год, работали с учителями и упали не в два раза, а на 25%. И считали это очень большой удачей для себя. Но тем временем шли все эти суды, и было понятно, что работать им не дадут, и за одним иском пойдет второй. И поэтому Новиков говорит, что он, в принципе, уже год назад начал искать покупателя. Но желающих прийти на этот рынок и пободать с Артенбергом не находилось. Ну и вообще понятно, что если твой бизнес завязан в судах сейчас, то мало шансов его продать, и уж тем более за нормальные деньги. Да, а потом в сентябре почему-то просвещение решило пойти на мировую с российским учебником. И после этого, конечно, все начали говорить, что это все неспроста, сейчас что-то будет, сейчас их купят, что-то произойдет. Но действительно, если смотреть в баз данных юридических лиц, видно, что прям сразу после этой мировой весь российский учебник, он попал в залог к некой компании под названием Роститан Инвест. Неизвестно совершенно. И через несколько дней сделка была закрыта, и Роститан Инвест купил российский учебник. И хотя были интервью у руководителей Роститана Инвеста о том, что это все никак не связано с Рытенбергом, это все какая-то группа инвесторов, анонимная, никак себя не называющая. Но сейчас люди, которые работали в российском учебнике, они, в общем, на данный момент, большинство тэп-менеджеров уволено, хотя прошла всего неделя. И мои собеседники говорят, что в российском учебнике начали работать люди из просвещения, близкие к просвещению, в общем, никто особо этого не скрывает. Теперь всем очевидно, что это одна структура. И, конечно, это довольно странно, потому что там есть ФААС, например. Который в свое время, кстати, заблокировал попытку просвещения купить российский учебник несколько лет назад. Ситуация вообще довольно странная. С одной стороны, просвещением владеет офшор на Каймановых островах, а с другой стороны, собственник еще другого крупного издательства, он тоже неизвестен нам. И кто издает учебники, по которым учатся школьники в России, в общем, совершенно достоверно неизвестно. Это такая парадоксальная ситуация, как мне кажется. Здесь как бы несколько любопытных, на мой взгляд, сюжетов. Первый, что, судя по всему, это исключительно передел рынка, как я понял из текста. То есть здесь нет речи о том, что, например, мы поменяем учебники и ставим детей учиться по каким-то правильным. Скорее речь о том, что мы все организуем так, чтобы все учебники издавались с нами, даже те, которые раньше, например, с перечней исключались. Если мы их будем издавать, то это уже никого не будет смущать. С другой стороны, вот сейчас получается, что после продажи российского учебника просвещение и другие структуры, близкие к Ротенбергу, сосредоточили практически 95% этого рынка. Но, судя по всему, инвестиционный проект на этом не исчерпан. Они пытаются дальше придумывать какие-то новые ходы и новые инструменты, чтобы госзаказ продолжал повышаться, чтобы на еще большее количество миллиардов рублей они могли претендовать. И вот здесь я бы хотел, чтобы ты рассказал про образовательные стандарты, потому что мы более-менее разобрались с тем, как просвещение могло влиять на перечень учебников. С перечнем они разобрались практически на 100%, на 95%. Вот есть следующий горизонт, как сделать денег еще больше. И это вот то, что меня совсем уже, честно говоря, как отца-школьницы, встревожило. Да, с образовательными стандартами это уже совсем какой-то новый уровень для них. История какая? Эти в ГОСы, которые сейчас действуют, их приняли в 2010 году, и они такие, ну, достаточно общие. Там говорится о том, что школьник должен уметь коммуницировать, как воспитать в нем креативность. Такие штуки, они нацелены на то, чтобы он не знал таблицу умножения, а то, чтобы он там умел после третьего класса работать в группе, например. И в ГОС эти вполне все хорошо работали, потому что мы начали расти в этих международных тестах. Как говорят люди, которые этим занимаются, там, в частности, ректор Московского государственного педагогического университета Римаренко, Россию хвалят на всяких международных семинарах, встречах. Ну, то есть, было чем похвастаться. И окончательный результат вот этих вот в ГОСов, он должен быть в 2021 году, значит, должен показать, насколько вот эта была вся методика результативна. А сейчас почему-то внезапно, в 2018 году, министерство принялось эти в ГОСы переписывать. Причем переписывать тоже в максимально закрытой атмосфере. Непонятно, какие рабочие группы, какое ведомство ответственно за текст, кому вообще, не знаю, прислать предложение и предъявлять претензии. Александр Кондаков, бывший генеральный директор издательства Просвещения. Вопрос автора здесь является ключевым. Когда была предыдущая разработка, все знали, что я руководитель разработки, рядом со мной находятся Любовь Петровна Кезина, Маргарита Романа Леонтьева, Виктор Васильевич Фирсов, там, и другие коллеги. И вопросы были к нам. Вот в данном случае мы даже не знаем, кому задать вопросы. Я, наверное, попробую сформулировать свою претензию. Да, то здесь получается, что мы переходим уже от попытки захвата рынка с использованием административного ресурса, то, что мы видели в прошлые годы, когда Просвещение влияло на Минобразование и так далее. Здесь мы фактически наблюдаем следующий процесс. Это переделка основ преподавания предметов в школах ради того, чтобы какому-то издательству можно было заработать еще немножко денег. То есть они не просто зарабатывают, продавая больше учебников, да, и скупая рынок. Нет, они теперь собираются зарабатывать тем, что заставляют педагогов, да, школы переходить на преподавание по правилам, которые ими придуманы, чтобы им получалось заработать больше. Да, причем здесь есть такая вот логика, ее не сразу можно уловить, я ее тоже уловила не сразу. То есть мне казалось, как эти в госы новые, которые пишут, они такие вот прям гвоздями прибитые. То есть по литературе там действительно все говорят, что программа повторяет, программа учебников Просвещения. Мы читаем там рассказ Чехова «Дом с мезонином», потом такой рассказ Шукшина, потом такой, потом Секой. Мне казалось, что так, наверное, во всех остальных предметах просто они потом скажут, что вот у нас единственный учебник, который соответствует в госсам, и, в общем, никто другой, больше учебники не продавайте. Но все хитрее на самом деле. В других предметах появляются какие-то новые разделы, главы, и понятно, что учебники под эти все новые требования, их придется доработать. А когда они будут доработаны, школам придется их обновить и закупить, значит, новые учебники. Хотя у них старые еще, вполне себе по ним можно еще там 3 года учиться, и обновлять их вовсе не обязательно. Но поскольку вступят в действие новые в госы, то они будут обязаны купить обновленные учебники. И, конечно же, издательство это будет на руку. Министерство пытается делать это за 2 года и, во-первых, отменить предыдущие в госы, которые работают, которые там хорошо себя показали. Во-вторых, вывести что-то такого неоднозначного качества. В общем, такая довольно жуткая история из мира первоначального накопления капитала, и очевидно, что никакое государство не сможет с этим совладать, да, потому что государство в некотором смысле оказывается гарантом выгодоприобретения и гарантом стабильного бизнеса издательства просвещения. Никакого положительного финала, честно говоря, в этой истории нет. Я просто хотел бы вместо финала, наверное, последний такой гвоздь забить. Дело в том, что учебники и в госы, даже это еще не все, потому что издательство просвещения теперь еще и поставляет школы оборудования и даже собираются строить новые школы. То есть фактически это, в общем, замкнутая экосистема полного цикла. Да, все именно так. Ну, школы, они, правда, пока собираются построить только одну, одно оборудование, поставляют много куда. Мне кажется, что есть вероятность положительного исхода, но она связана с тем, что может поменяться министр и может поменяться курс. Но не знаю, возможно ли это, учитывая, что говорят, что у просвещения довольно сильный лоббистский вес, но я бы надеялась в первую очередь на это. Скажи, пожалуйста, а ты говорил, например, с учителями, что вот люди, которые, собственно, всю жизнь преподают по разным учебникам, последние 30 лет, что они про это думают, как они это расценивают, происходящее? Ну, я поговорила, да, с некоторым количеством учителей, и часть из этих учителей, они преподавали какое-то время по методике Занкова. А методика Занкова – это те учебники, которые в 2014 году, значит, с треском из перечня вылетели. Это люди такого необычайного энтузиазма, необычайной преданности профессии. И ощущается, что они любят детей. Это вот такие учителя начальных классов, с таким хорошо поставленным голосом, очень улыбчивые, действительно замечательные люди. Но они рассказывают историю о том, что вот сначала им, значит, запретили вот их учебники, по которым они преподавали 20 лет. Хорошо, они подумали, что ну надо же как-то жить дальше, там выбрали другие учебники. А потом запретили и это. А у них даже нет какого-то механизма, рычага, там, профсоюза действующего, чего-то просто, чтобы они могли влиять на ту сферу, в которой они работают. Говорят, что Василий очень любит учителя, но, не знаю, по мотиву моих разговоров мне так не показалось. Может быть, мне попадались такие активные в профессии люди, которым все это единое образовательное пространство, которое она хочет построить, когда все действуют по каким-то единым выверенным программам, не нужно, то есть они не хотят так работать, они хотят работать иначе. Мне действительно было их очень по-человечески жалко, потому что кто действительно страдает от всей этой круговертия, это учителя, ну и, соответственно, их ученики. Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание я советую слушать подкаст «Медуза», ставить им оценки, писать комментарии, делиться им с друзьями и писать нам на почту подкастсобакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...